Тень в летнее время от больших ветвистых деревьев посередине старого дворика – это хорошо. Но если зеленые насаждения не подрезать вовремя, то они становятся настоящей угрозой. Жители средней 38 на протяжении не одного десятка лет просили коммунальщиков обратить внимание на главную проблему двора и подрезать зеленых гигантов. Но безрезультатно. Нередко ветки падали на площадку, где играют дети, подвергая опасности их жизни. Страдало и жилье одесситов, которые за свои деньги каждый раз восстанавливали разбитый шифер. У нас аварийное очень дерево. Ветки падают, бьют крышу. Мы как можем лепим. Но посмотрите, что творится, как жить. У нас дети. Следует отметить, что качество работ коммунальных служб на данный момент контролирует мэр Геннадий Труханов. Жековские электрики приспособили деревья под столбы. При сильном ветре ветки нередко повреждали провода, оставляя одесситов на долгое время без электричества. В нашем дворе очень проблемные деревья. И никому нету никакого дела. При малейшем ветре рвутся провода. Двор сидит без света. Куда мы не обращались, нас футболят как мяч. Узнав о том, что проблемой двора решительно занялась команда Центра защиты одесситов, во главе с руководителем Константином Усовым, ЖКС Хмельницкий вслед за нами прислал мастера третьего участка Михаила Бродарского, чтобы тот попытался убедить защитников прав горожан, что все работы будут выполнены. Но коммунальщик так и не назвал точных сроков. Вот эти деревья, вон то дерево, вот эти деревья, которые мешают крышам, они будут вперед. В скором будущем. А, в скором будущем? Это же сколько лет, я думаю. Какие в скором будущем? Завтра ветер ураган, мы остаемся без крыши, понимаете? Я вижу, что дерево лет 300. Я вижу, что оно аварийное лет 5 последних. Я вижу, что кто-то, кто получает за эту зарплату, должен об этом был знать. Да? Вы мне говорите, что есть жалоба. Я уверен, что она есть, и уверен, что не одна. Почему дерево еще здесь? Уже будут скоро альпинисты, скалолазы. Вот это дерево. Миша, ну скоро когда-то. Или конкретная дата, или мы идем определяться. Михаил Бродарский не смог сообщить нам точной даты подрезки деревьев. Но так как Центр защиты Одесситов всегда требует от чиновников сроков устранения проблем, за выяснениями мы отправились уже к руководству ЖКС Хмельницкий. Директора на месте не оказалось, а главный инженер Елена Ирошина также попыталась уйти от прямого ответа, ссылаясь на нехватку денег и бумажную рутину. Мне надо просто посмотреть перевеску, потому что, скорее всего, в Зелентрест писали, наверное, письма. Писали? Писали, да. Писали фотографии были. Отказ. Поэтому если в Зелентрест отказ написал. Да. Вы сообщили жителям, что у вас нет денег оплатить услуги Зелентреста. Если кто-то пострадает или, не дай бог, погибнет, деньги же сразу найдутся, правда? Я выясню, когда было заключение. И если есть заключение, мы напишем в Зелентрест письмо. А срока, когда будут в Зелентресте, я вам сейчас не скажу. Потому что мне надо... Слушайте, мы с вами пришли не за письмо торговаться. Я поняла. Проблема в чем? Я прекрасно понимаю, что у вас с Зелентрестом есть свои отношения. Вы взаимодействуете по подобного роду вопросу не первый раз, правда? Мы здесь будем каждый божий день. У вас сначала здесь, потом под домом. И я думаю, что это заставит вас поскорее изыскать средства для того, чтобы там дети бегают. После требования Константина Осова необходимая переписка между ЖКСом и Зелентрестом была поднята из архивов в течение пяти минут. Мы заставили главного инженера в кратчайший срок найти подрядную организацию и назвать точное время ее прибытия. Должен увидеть подрядчик сам своими глазами, это деньги. В течение месяца, если я скажу, это будет реально... Это очень долго. Вот видите, поэтому мне надо... Если мы в течение этой недели уже приводим подрядчика на освидетельствование, условно говоря, на осмотр. Это значит, что сначала контрактных отношений между вами и подрядчиком. Почему тогда мы называем срок месяц? Сейчас у нас честный понедельник, да? Правильно? Сейчас у нас понедельник. То есть у нас до пятницы мы должны... Субботу и воскресенье мы не рассчитываем, что кто-то из госсектора работает. Давайте до пятницы мы тогда освидетельствуем. Команде Центра защиты Одесситов понадобился всего один визит в ЖКС Хмельницкий, чтобы коммунальщики всерьез обратили внимание на проблему жителей двора на средней 38, которая много лет осознанно не разрешалась. Молдаванка – это проблемный район. Всегда было, остается и, наверное, еще долгое время будет проблемным. Но в этом дворе живет большое количество детей. Эти деревья, по 20 тонн весящие, могут упасть на них в любой момент. И все об этом прекрасно знают. Все. И ничего не делают. Мы в этой ситуации были свидетелями классической игры чиновника. Я затяну время, а вы мне верьте. Я ничего не буду делать, а вы ждите. Молдаванка – проблемный район. Мы его знаем. Мы знаем семей, которые там живут. И все будем для них делать. Потому что это Одессит, это наш город. И вообще Молдаванка – это история. Несколько дней над аварийными деревьями работали альпинисты. Санитарная обрезка была выполнена уже к концу недели. Расходы за работу на себя полностью взял коммунальный сервис Хмельницкий. Сейчас жители могут не опасаться за здоровье играющих во дворе детей, что для родителей важнее всего. И благодарны Центру защиты Одесситов за оказание столь важной помощи. Жители нашего двора очень благодарны Центру защиты Одесситов и лично Константину Усову за то, что он помог нам быстро и решительно решить наш вопрос, который длился у нас 20 лет. Мы не могли добиться среза этих деревьев. Мы очень рады и очень довольны, что в любой момент можно к этим людям обратиться и получить реальную помощь. У нас были проблемные деревья. Куда мы не обращались, у нас начался футбол. Нам никто ничего не мог сделать. Мы обратились к Константину Усову. Ребята приехали, посмотрели, нас выслушали. Поехал в ДЭС. И буквально на следующий день начались работы. Мы очень благодарны Константину Усову, что в трудную минуту эта организация действительно помогает Одесситам и людям, которые обращаются с такими вот проблемами. Если у вас есть проблемы с коммунальным обслуживанием и вы готовы не можете добиться, чтобы на вас обратили внимание, звоните в Центр защиты Одесситов. Мы заставим чиновников выполнять свои прямые обязанности. Текущая крыша на Днепропетровской дороге 78 беспокоит не только жильцо верхнего этажа. Даже на восьмом во время осадков течет так, что приходится подставлять ведра. Ведро, которое постоянно стоит вот тут вот, и у нас капает постоянно уже. Если сильный дождь, то оно даже течет. Не то, что капает. И здесь он при входе сливается у нас по трубе и на кухне у нас. Вот все, что показали, там везде и капает. Двухмесячный Ростислав в дождь путешествует по комнате вместе с кроваткой, чтобы не оказаться под потоком воды. Писали уже заявление неоднократно, и никто ничего. Один раз пришли, посмотрели, сказали, что нет материала, и все. И потом предлагали, что давайте вы сделаете, а мы потом будем вам вычитывать еще несколько тысяч лет это из квартаплаты, и все. Вместе с представителями Центра защиты Одесситов жильцы побывали в ЖКСе. Там в приемное время не удалось застать практически никого из руководства. Только начальник производственного отдела все же пообещала заняться проблемной крышей. Но разговор этот так и остался пустыми словами. Руководитель Центра защиты Одесситов Константин Усов решил выяснить у коммунальщиков, когда наконец они будут выполнять свои обязанности. Мы часто говорим, что Одесса стареет, что здесь появляется больше пожилых людей и совсем мало молодых. Вот это прекрасный пример. Маленький Одессит с мамой, с отцом, полноценная семья, не могут нормально жить, потому что уже несколько месяцев к ряду им обещают, мы уберем вашу дырку в потолке, мы уберем капающую воду и ничего не делают. В чем проблема прийти и решить этот вопрос? В чем проблема прийти и выполнить свою работу, за которую коммунальщики от нас, кстати, получают деньги? Да нет никакой проблемы, они просто хронически не умеют и не хотят ничего делать, только свои карманы набивают. Стоит ли говорить, что по недоброй традиции директора ЖКСа вновь не было в кабинете? А где он? Его подобрать. Где-то выезд, его вызвали где-то. Ну вот мы четвертый раз, руководителя мы еще ни разу не видели. А где течь? Где течь? Где течь? Не-не-не, смотрите, это уже не работает. Если мы пришли второй раз, второй раз с камеры, и последний раз был месяц назад, значит, что-то у вас здесь не работает. После непродолжительных поисков нашелся заместитель директора, готовый взять на себя его обязанности по приему граждан. Мы работаем, приняем меры, сделаем, что мы хотим. Послушайте, дело в том, что это звучит не первый раз. Нет причин вам верить. Объяснить причины задержки работ и отсутствие на месте директора оба его заместителя все же не смогли. Скажите, где руководитель? Ну прием граждан же ведется. Материалы завезли, теремот провели. Ну вы меня слышите? Нет, не слышите. Я могу вести прием граждан. У него на кабинете написано, что у него сегодня прием граждан. Давайте все-таки в течение недели мы точно сделаем, нежели я буду сейчас врать. Правда? Это до следующей четверга? До среды, скажем. До среды у нас устроили? До 16, а я все, можно устроить не устроить. Через неделю мы покажем, как выполнили свою работу сотрудники ЖКСа. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...